В эфире о хлебе насущном. Программа о селе и сельском хозяйстве. Меня зовут Эльвира Ефимова. Здравствуйте. И смотрите в сегодняшнем выпуске. Краевой минцельхоз отмечает 70-летний юбилей. Что вспоминают ветераны отрасли и какие перспективы на будущее? Бизнес из топора. В чем особенность плотницкого инструмента от таежных мастеров? И почему молодой ветеринар свинофермы считает свою работу круче, чем у нефтяника? Раз, два, три, четыре, пять. 216 тысяч. Именно столько голов крупного рогатого скота содержится в сельхозприприятиях края. Из них дойных коров 69 тысяч. Ну а самое большое молочное стадо в Назаровском районе. Там их 10 тысяч. Наступает юбилейная дата управления сельского хозяйства. 70 лет. Это очень большая дата. Я в этой организации работаю с 1986 года. Краевой минцельхоз отмечает 70-летний юбилей. За это время в стране многое поменялось. Государственные колхозы и совхозы стали частными. Появились фермеры. Но Иван Бурученко, один из старейших работников краевой управленческой структуры, считает, что основное предназначение их работы осталось прежним – помогать сельхозпроизводителям. В федеральном и в краевом бюджетах закладываются средства, чтобы облегчить, например, приобретение техники. Мы субсидируем часть затрат сельхозпроизводителей на приобретение техники, семян, минеральных удобрений. Работникам министерства нужно обеспечить труд работников сельского хозяйства. Расцвет села пришелся на 50-е и 70-е годы, вспоминает ветеран отрасли Анатолий Иванович Ярошенко. В 71-м году его назначили директором, вновь образованного совхоза Большоуринский, которым он руководил с 71-го и по 93-е годы. Вот я бы, например, не пошел бы директором совхоза никогда. Ну, вызвали меня, ты партийный, хочешь не хочешь, а не откажешься, будем так говорить. И утверждали директора совхоза, бюро крайкома партии. Бюро крайкома, представляете? Мы были государственные предприятия, совхоз это государственный. И зерно, которое мы выращивали, у нас государство забирало, птицефабрики кормили, свинопром кормили, то есть скармливали, и было свое мясо и свое молоко. Давали закупочные цены, которые соответствовали затратам труда. Второе, строили, соцкультбыт строили, дома культуры везде почти построили, технику давали в этот период, техники хватало. А вот в хозяйстве «Красный маяк» прекрасно помнят лихие 90-е. В те времена остаться на плаву смогли немногие, и руководителям пришлось приложить максимум сил, чтобы удержать, не вырезать коров и не потерять то, что имели. Когда мы не знали, куда деть надоенное молоко, за молоко мы деньги не получали, получали продукцию, получали либо маслом, либо сгущенкой, возили в Красноярск, обменивали на запчасти, где-то на рынок сдавали. Также была проблема и выплаты заработной платы, тоже многие люди у нас получали сгущенкой, кто-то на рынок сам увозили, кто-то продавал где-то что-то. Но потом это все стабилизировалось, и вот уже на протяжении многих лет, я думаю, что сейчас все прекрасно. Появилась стабильность, появилась надежда на что-то, люди стали жить и планировать что-то, это уже легче нам надо. Зарплата стабильная, зарплата хорошая, люди довольные, так что все, живи, радуйся, я так считаю. История хозяйства Марининская, так же, как у племзавода «Красный маяк», началась в 1932 году. Эти хозяйства долгожители прошли коллективизацию, тяжелое послевоенное время, выжили в 90-е и сегодня в числе передовиков в животноводстве. Если в советское время рогатые рекордсменки давали по 3000 литров молока в год, то сегодня в среднем по хозяйству дуют уже в два раза больше, и это не предел. Ну, во-первых, мы селекцию повысили, как бы это первое. Второе, кормовую базу, мы совсем другое отношение стало к этому. Ну, словацкий скот немножко повлиял на то, что увеличили удой, и мы за счет этого скота будем сейчас стадо улучшать. И вот эти все показатели, естественно, отношения специалистов. Сегодня они здесь практически с утра до вечера находятся и отслеживают все вот эти моменты по кормлению, по поению, по всем остальным позициям. За 70 лет агропромышленный комплекс удалось не только сохранить. Край может гордиться самыми высокими показателями по урожайности зерновых от Урала и до Тихого океана. Сейчас курс направлен на подъем в молочном животноводстве. Продуктивность краевых коров уже выше среднероссийской. Очень динамично изменяется сегодня и политическая обстановка в стране. Вот недавно мы знаем, что против России были введены санкции, которые потребовали от нас тоже принятия определенных решений. И во многом это, конечно, послужило развитию нашего агропромышленного комплекса. Мы избавились от излишней конкуренции с рядом европейских стран, Америки. И, конечно же, наши аграрии стали производить ту продукцию, которая сегодня востребована и населением края, которая сегодня реализуется в торговых сетях. И в то же время уходит за пределы нашего Красноярского края и на внутренний рынок, и на внешний рынок. Развитие сельского хозяйства сегодня вновь в числе государственных приоритетов. С помощью господдержки строится жилье. Благодаря грантам ширится фермерское движение. И сельская жизнь вновь становится привлекательной. В Красноярском крае увеличена сумма гранта для семейных животноводческих ферм. По 30 миллионов рублей получат те, кто будет развивать молочное и мясное скотоводство. По другим направлениям максимальный грант сохранится на прежнем уровне – 21 миллион 600 тысяч рублей. В 2017 году на поддержку семейных животноводческих ферм в бюджете края заложено 60,9 миллиона рублей, почти на 7 миллионов больше, чем в прошлом году. Отметим, что с 2012 по 2016 годы гранты получили 39 семейных ферм и 185 начинающих фермеров. С 2017 года несвязанная поддержка на гектар пашни будет выплачиваться в расчете на фактическую посевную площадь прошлого года. Это позволит избежать ситуации, когда по факту площадь оказывалась меньше просубсидированной и хозяйство должны были возвращать часть полученных средств в бюджет. Предоставление господдержки будет зависеть и от выполнения условий по уборке урожая на всей посевной площади в предыдущем году. Как прокомментировал нововведение министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов, это станет стимулом для сельхозпроизводителей обеспечить проведение уборочной кампании в оптимальные агротехнические сроки. Личные пособные хозяйства, входящие в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, будут получать субсидии на покупку племенных нетелей и коров-первотелок. Цель поддержки – увеличить в крае поголовье высокопродуктивного крупного рогатого скота. Также с этого года закон предусматривает господдержку для замены поголовья коров, больных и инфицированных лейкозом. Самая популярная порода свиней, которую держат во дворах, – это крупная белая. Однако ее уверенно вытесняет порода ландрас. Владельцам личных подворья она полюбилась за бессальное мясо. А такое постное можно и продать подороже, да и покупатели берут его охотнее. Казалось бы, нет ничего проще – металлическое лезвие на деревянной рукояти. Но топор – это целое искусство, считают мастера из села Таяты. В старину плотницкий топор считался основой хозяйства. На нем все строилось. И человек умел обращаться с топором на уровне сегодняшних виртуозов. Обычный крестьянский плотник делал вещи, которые немногие сейчас умеют делать. У таяцких мастеров десятки разновидностей топоров. Для плотников под разные виды работ. Есть топоры для охотников и промысловиков для лесных работ. Качество инструмента уже оценили не только в России, но и за границей. То есть топоры, тесла, скобеля – это наша основная задача. Есть много заказов на ножи, но мы их не делаем. Потому что у них просто не хватает времени. Есть оптовики, которые закупают у нас за границей, то есть это финны, Финляндия. Они уже под своим каналом, у них интернет-магазины есть, они уже продают их по Европе, по Европе, в мире. Из общего объема у них четверть заказывают общего количества. Ну, во-первых, мы каем плотницкий, допустим, инструмент. Вот такие виды, как тесла, которые мало кто вообще и за рубежом-то делает, не только в России. Специализированные охотничьи топоры. Ну, вот, в частности, тяжелый топор лось. То есть это предназначено для валки деревьев, то есть для прочистки проходов, путиков и так далее, и тому подобное. Ну вот, в чем отличие наших топоров? Во-первых, это топоры трехслойные. То есть снаружи идет конструкционная сталь, более вязкая, то есть она мало закаливается, остается вязкой после закалки. Внутри кузичная сварка варен силовик из стали 65Г. Также на обух, ударный обух получается, делаем. Здесь приваривается кузичная сварка пластина из силовой стали. Обух тоже закаливается. То есть топоры, в том числе на морозе, в том числе при тяжелых работах, они не лопаются, не ломаются. Самые дорогие и эксклюзивные заказы обычно поступают к мужскому празднику. Топор из дамасской стали и на стену повесить не стыдно. Да и в работе всегда пригодится. Топор из дамасской стали – это многослойная сталь. Вот в этом топоре в пределах 230-240 слоев. Ну или, допустим, вот в этом – это тоже в пределах 400 слоев. То есть здесь рисунок на каждом дамасском топоре уникальный. То есть он как отпечатки пальцев. То есть это уже эксклюзивная продукция, которую мы выпускаем в единичных инзиплярах. Три брата куют в своей небольшой сельской кузне не больше 500 топоров в год. Расширяться, нанимать людей, увеличивать объемы пока не собираются. Того, что зарабатывает на жизнь, хватает. А превращать дело для души в конвейер – это не для них. Вручную можно подоить 5 коров в час. С помощью простейшего аппарата уже 15. А вот на такой современной компьютеризированной дойке системы «Карусель» за час проходит уже 150 голов. Замечательная порода. У нас курс был порядка 70 человек, выпускался в 2007 году. Вот если я не ошибаюсь, я всего лишь один оказался из курса, кто пошел именно в сельское хозяйство работать. Ни госсветнадзор, ни Россельхознадзор, там все эти сельхознадзоры, а именно вот, вот сельское хозяйство, настоящее. Вот нисколько об этом не пожалел. Вот могу сказать хоть сто раз. Не пожалел. По поддержке молодых специалистов. Здесь все в первую очередь зависит от самого молодого специалиста. Он должен проявить некоторую расторопность элементарную, пойти в управление сельского хозяйства, пойти в министерство, узнать об этих программах, сделать так, чтобы руководство его предприятия согласовало вопрос с министерством по началу работы этой программы. И в принципе потом просто, так скажем, этими благами пользоваться. Я как молодой специалист получил подъемные в размере 70 тысяч рублей. Это было в 2008 году. Период кризиса, тяжелые времена, безденежье. Тем не менее, эти деньги были выделены, получены и нигде не затерялись. А сейчас, насколько я знаю, размер подъемных составляет 300 тысяч рублей. Это уже гораздо серьезная сумма. Далее я получил жилищный сертификат на 984 тысячи рублей при моем софинансировании 10%. Приобрел себе жилье, ну, в принципе, вполне комфортное. В селе Устюг жилье, благоустроенная квартира. Где? Какие бонусы? На каком предприятии вы такие получите? Где? Я не знаю таких бонусов. На каком это? Это где, на кем быть? В этом, в Газпромнефть? И когда мне говорят, да сейчас никому ничего не дают, да ничего не... Я даже разговаривать не хочу вообще. Потому что я вижу, что это, в принципе, будет разговор, так скажем, не объективный с их стороны. Потому что я уже как специалист объективно это все оцениваю, что все это работает и действует. За это, за время работы таких животных встречал, ну, просто вообще вот. Ты приходишь к ним, вот их 150 бегает, и именно это к тебе подходит и начинает просто вот, ну, разговаривать с тобой. Буквально в смысле слова, то есть разговоры вести. На своем поросящем языке. Это вообще интересно, просто уникально на самом деле. Зарплаты? У меня зарплата была 50 тысяч рублей. Где вы в городе такие деньги получите? Где? Грузчиком? Кем вы будете работать? Гаишником? Гаишником взятки сшибать? А это честный труд, за который вам не будет никогда стыдно. Это все на сегодня. До встречи в следующую пятницу. Напомню, что все выпуски программ можно смотреть на нашем сайте enisei.tv. Всего доброго вам и до свидания. Труд различный вам знаком, куры, кусти, утки. В своем фермерском хозяйстве трудитесь вы сутки. Вы, родной страны, оплот, все детей ждете. Свой продукт без ГМО людям продаете. Вам здоровья мы желаем, сельхоздастки, жених. И на гранковских счетах личных сбережений. И на банковских счетах личных сбережений.